Всем привет! Меня зовут Элина и я рада вас приветствовать в моем канале. Поздравляю вас всех с наступившим 2017 годом! Я надеюсь, что для вас этот год будет лучше, чем 2016 и для меня тоже. Поэтому я решила сегодня снять такое видео под названием вопрос-ответ. Я буду брать вопросы со своего Ask.fm. Мой Ask это Laguna 2002, оставлю ссылку обязательно в описании. Подписывайтесь на мой Ask, задавайте вопросы, читайте мои интересные ответы, очень интересные. И возможно, если вы зададите мне какие-то вопросы, то возможно я их возьму в следующий выпуск такой рубрики вопрос-ответ. Так что поехали! Хочу замутить с восьмиклассницей самый сок, посоветую кого-нибудь. На самом деле, если ты серьезно, то тебе советовать я никого не буду, потому что почему ты с такими вопросами идешь вообще ко мне? Я что, знаю всех людей в этом мире и могу тебе посоветовать, с кем мутить и с кем нет? Нет, не знаю. Дальше у меня такая вот тема была по поводу айфонов. Господи, вы покупаете айфоны и переплачиваете бабки тупо из-за бренда по качеству айфон-говно. Но самсунги и то мощнее. На самом деле, это чисто твое мнение. То есть, я считаю, что айфон и самсунг это абсолютно два равноправных телефона. То есть, это просто два телефона только от разных фирм и все. То есть, Apple и самсунг это такие же фирмы. И в принципе, я не понимаю, почему люди так говорят, что айфоны, это значит, что ты понтуешься. Если ты снимаешь видео, что в моем айфоне, значит, это понты. Я считаю, что это обычный телефон, такой же, как и самсунг, такой же, как и LG. И просто люди воспринимают его как за что-то больше, чем за телефон и завидуют другим. Хотя, в принципе, если у тебя самсунг, это не значит, что он хуже. Это не значит, что айфон это самый лучший телефон в мире. Нет, просто каждый покупает то, что ему нравится и все. Спишь ли ты по ночам? Конечно же, я сплю по ночам. Но могу сказать, что здесь я сплю намного лучше, чем в Украине. То есть, если я встаю в 12, то я могу лечь в час или в 2 и сразу заснуть. В Украине же на каникулах, когда я вставала где-то в 12 тоже, я могла потом ложиться в 2 часа ночи и еще лежать. То есть, не сидеть в телефоне, ничего не делать, просто лежать до 6 или до 4. Что ты делаешь, когда у тебя бессонница? Ну, я лежу просто и думаю о чем-то, размышляю о жизни. Иногда я не могу заснуть, потому что у меня что-то мешает. И ненавижу такие моменты. Сколько мандаринов в день ты можешь съесть? На самом деле, был такой период в декабре, когда я просто каждый день приходила. Я могла съесть по 10 мандаринов в день или больше. Но сейчас мне не хочется вообще мандаринов. Хотя у нас есть. Не знаю почему. Какую поролу собак ты предпочитаешь? Я очень люблю шпицу, потому что это моя самая любимая поролу собак. Мне они кажутся очень няшными и очень милыми. Я надеюсь, что в скором времени у меня появится шпица. То есть, в ближайший год или 2 года я очень хочу шпица. Ты отличница или ударница? На самом деле, у меня все A и только одна B, поэтому я вот такая вот хорошистка получается с одной четверкой. И надеюсь, что в следующем семестре я исправлю эту четверку. У меня будет все A и я буду снова отличницей. Сколько тебе лет? Мне 13 и через 16 дней, 15 дней, мне будет 14. Лина, дорогая, пожалуйста, сними видео, что мы в айфоне. Мы тебе просим пораду подписчиков. Если вы хотите увидеть видео, что мы в айфоне, ставьте лайки и пишите об этом внизу в комментариях. И тогда я обязательно сниму. А, ты тоже смотришь Элеон, я просто вздыхаю от любви к моему сладкому, пылкому, страстному, жаркому Паша и Даша. С 21 серии просто плакала, а в своих фантазиях, говорю, с Дашей и Пашей просто что-то невероятное. Была бы я взрослее, плакала от того, что за мной за Пашу хочу. Наступающая, дорогая. На самом деле, я просто обожаю этот сериал. Это один из моих самых любимых сериалов «Отель Элеон». Офигенный сериал, мне просто очень нравится. Сериал, я безумною, это продолжение, которое выйдет, как я вроде знаю, весной. То есть, уже с 15 декабря начали снимать новый сезон, это просто офигенно, потому что я обожаю этот сериал. Как за глазами ухаживаешь, расскажи. На самом деле, я просто пользуюсь шампунем, обычным шампунем, в принципе. И одна офигенная маска от L'Oreal. Я вам могу сейчас ее показать. Шампунь мне без парабенов. И вот такая вот маска. Маска называется L'Oreal New Extraordinary Oil Curls Oil Complex Mask. Ну, короче, вот. Маска такая вот. Нашла я ее здесь, в Америке, и могу сказать, что это просто must-have, потому что мне очень сложно найти бальзам или маску, которая подходит как к моему типу волос. Обычно у меня волосы есть неправильная маска или бальзам, а у меня волосы очень сильно жирнеют. То есть, если неправильно подобрана к моим волосам маска или бальзам, эта маска просто идеально подходит. Поэтому волосы, как после ее использования, сразу такие ровные, легко расчесываются. Поэтому я просто обожаю эту маску. Спасибо за очень интересный и увлекательный вопрос. Какое тебе новое расписание? Прошлое мое расписание было это театр, первый урок. Затем история, наука, пение, то есть хор. Дальше математика, потом столовка и два английского. Сейчас у меня поменялось чуть расписание в этом семестре. Первый у меня будет физра. Каждый день первая физра. Да, странно. Затем история, наука, потом офис-эйд. Это такой урок, когда вы находитесь, получается, в офисе и вам тут разные задания. Затем математика, столовка и два английского. То есть все так же, только поменялось первый и четвертый урок у меня поменялись, потому что это дополнительные уроки. То есть каждый выбирал те уроки, которые ему нужны. Я выбрала театр и пение, а во втором семействе меня уже как бы школа выбрала. Физру и офис-эйд. Ты часто сидишь в ВК? Да, я очень часто сижу в ВК, но в школе, например, я не сижу в ВК. Я удаляю вообще свои соцсети в школе, потому что я не хочу, чтобы не приходили эти уведомления постоянные, что мне кто-то написал и так далее. Поэтому я удаляю ВК и осколе. Если есть свободное время, то я там скачиваю, но потом все равно удаляю. Где ты чаще, тут или там? Конечно, в ВК чаще. Есть люди, ради которых ты специально заходишь в ВК. Да, есть. Это мои лучшие подруги, ради которых я специально захожу в ВК. Ну и еще есть пару людей, с которыми я общаюсь. Я надеюсь, что на каникулах будет больше видео. Я думаю, вы видите, что да, будет больше. Потому что 1 января снимаю видео. Я вообще... Поэтому я хочу в этом году снимать больше видео, чем в прошлом году. Надеюсь, что так получится. У твоей мамы накаченные губы? На самом деле нет. Не накаченные. И мама не собирается их накачивать, потому что зачем? Ты в курсе, что Иван Геннадьминистр расстался со своей этой шмарьяной. Ура, наконец-то. Во-первых, я в курсе. Во-вторых, я не рада этому событию. Я не знаю, почему, но... Сколько подписчиков в ВАСКе? В ВАСКе у меня 2214 подписчиков. Скатилось. Мне будут такие вопросы, которые бессмысленны. Вообще не объясняют, почему скатилось, когда скатилось, где скатилось именно. Просто скатилось. Ммм, класс. Блин, почему переехали в Америку? Потому что это было решение родителей. И там, где мои родители, там и я, да. Затем, когда ты в 2015 году узнала, что уже в следующем году будешь жить в Америке, какая твоя реакция? Я была рада, в принципе, этому событию, потому что переезд, это, в принципе, прикольно, но это и тяжело на самом деле, да. Скучаюсь по кремячугу. Иногда бывает. Что сегодня делала? Я сегодня была весь день дома, потому что 1 января. Куда мне идти? Нигде ничего не работает, потому что, в принципе, выходной, по-моему, во всех магазинах. Поэтому я была дома. Какой рост? Мой рост 1,65 см. Когда-то в последний раз виделась с Дашей. И Юлия. Как относишься к дружбе девочкам, которые младше тебя на 1-2 года? Я, в принципе, отношусь к этой дружбе хорошо, потому что, в принципе, 1-2 года не играет такую огромную роль в дружбе. Последний вопрос на сегодня. Ты дура? Не видно? Это было все моё видео. Надеюсь, что вам оно понравилось. Если это так, то оцените его пальцем вверх, пальцем вверх. Подбишитесь на мой канал, кнопка подписаться. Да, я вас всех очень сильно люблю. Всем пока-пока. С вами была я, Лина. Ты будь рядом, будь со мною И не думай ни о чём Я целый мир тебе открою Симбиоза льда с огнём Там льдинки плавятся Плавятся Им просто нравится вдвоём Ты будь рядом, будь со мной